Место дислокации – небольшое село Кислуха. Между Апской протокой и местной рекой полдеревня оказалась в ловушке. Затопило места зимовки медоносных алтайских пчел, дачные домики и постройки. Когда на место прибыли наши спасатели, вода уже сходила, оставляя после себя уродливый пейзаж и пострадавшие дома. Там и по колено воды. Мы приехали, она немного сошла. Дачный поселок тоже чуть подальше. Там прорвало дамбу, но там страшно. Там были дома, затопленные под крышей. Там все плавало. Бутки, я не знаю. Туалеты. Ну все. Бойцы седьмого отряда расположились в гостинице при местном монастыре. Пара часов на размещение и сразу наряд. Каждый день из затопленных погребов и подвалов спасатели кубами откачивали мутную воду, рискуя собой. Размытые стенки могли обвалиться в любой момент. Мы так говорили, пока не лазьте, пока все высохнет, потом уже выкрутим. Поселившись в гостинице для паломников, наши спасатели на время влились в монастырский быт. Комнаты скромные, но уютные. Еда постная, но сытная. Кроме основной работы бойцы всегда откликались на просьбы монашествующих что-то подлатать, где-то повесить икону. Во время наводнения пострадала купель. Наши ребята помогли ее отремонтировать. Это был пожар, там как скотный двор сгорел. Перед наводнением? Да, перед наводнением, буквально за какие-то дни. Они когда-то успели с кратину перегнать деревню. Потом вот это, что осталось после пожара, мы вывозили оттуда мусор. Бабушки уже в возрасте, которые лет по 70, под 80, они вот постоянно прямо, как имена, дайте, будем молиться. Спасибо большое. Свободного времени у спасателей практически не было. Откачивали воду, вывозили ветки, мусор, порченую мебель. На выделенных администрации землях помогали местным жителям снова высаживать картофель. И так с утра до вечера. Очень редко впадалось. Мы даже мячик футбольный купили. У нас команда анджерских была, мы хотели с ними проиграть. Так и не пришлось работать. Подписались, подарили анджерским парням. Когда сводный отряд уезжал, провожали всем селом. В благодарность местные жители устроили концерт с песнями и стихами в их честь. И прямо на рабочем месте ребята вручили министерские награды – медаль за усердие. Стихия, говорят спасатели, конечно, принесла много убытков. Людям еще предстоит отстраиваться. Ну а сильная алтайская природа быстро восстановит свою красоту.